Я претендую Слушные волосы, мокрые в дождь Только ты в этом можешь помочь мне Я претендую на твое сердце Бездоказательно верю, как в детстве Падаю вверх и губами ты ловишь мой смех От юга до севера От холода до тепла Полмира отмеряла и прошла сама Я не лицемерила Прощала и верила Искала себя и вдруг в одночасье Я рядом с тобой претендую на счастье Здрасте Анечка, что ж ты так носишься? Пожалела б себя Ничего, это даже полезно А что изоль-то? Спрашивал про тебя Экскурсия началась уже давно Как началась? Началась, началась Изоль Беницанович, простите Меня задержали в консультации Ну что вам сказать, Танюша Мы уже привыкаем к вашему образу жизни Беспорядочному Извините, я больше не буду опаздывать Это не повторится Всего доброго Будем рады видеть вас снова Можете не стараться Это наш новый сотрудник Экскурсовод Наденька Такая вежливая Пунктуальная Да Требуется посуда Привет Привет Ой, я так устала Просто Какой-то ужас Ты знаешь, не день А сплошная нервотрепка Краска, видите ли, левая оказалась Как? Понимаешь Смываю краску С клиентки А она не серебристый блонд А откровенный зеленый цвет Ну, меня штрафовали Короче говоря Мы на нулях Ну, а ты что, нашла что-то? Нет Везде, где слышат, что я беременна Сразу все Отбой Ничего, ничего Прорвемся Блин, какие туфли шикарные А дом какой Слушай, я бы вот все отдала Чтоб вот хоть недельку так пожить Это что, твой галерейщик, что ли? Видела? Известный арт-диллер Григорий Середа Очень ценит семью и чтит традиции Семьи не нашелся Ой, просто раздражает, понимаешь? Гад, улыбается еще Юля, он ни в чем не виноват Ну, конечно Сделал ребеночка и не виноват А это кто? Из достоверных источников Наш корреспондент Григорий Середан Решил расстаться со своим холостяцким прошлым Его невеста Ирина Куприянова Успешная женщина Незаменимая помощника в бизнесе Так и Да, шикарная баба, конечно Ты хочешь яблочко? Просто чудовищная фотография Гриш, я тут на себя не похожа Софья Николаевна, вы получились очень хорошо Ну, не говори глупостей Хотя, по сравнению с Ольгой А вас с Ирой можно поздравить Понял, всем А ты статью читал, Гриша? Интересно, и кто же этот достоверный источник? Интересно, почему вы все держите в секрете? Потому что поздравлять нас не с чем Никакой помолвки не было Всем приятного аппетита А как же десерт? Мам, я сыт Я не хочу красные розы Дайте сюда Очень красивые Это я даже не знаю Немножко разбавить Вот так приложите, разбавить Немножко красивее А вы попробуйте ирисы добавить Вот эти Давайте я вам помогу Слушайте, а может быть интересно? Ой Это же другое дело Боже мой, какая прелесть Спасибо вам большое Возьмите деньги Спасибо еще раз Совсем меня замучил Слушайте, пять штук букет я сделала Все мне подходит Спасибо тебе, дорогая Спасибо Пожалуйста Слушай, я вообще хозяин здесь Мне очень срочно нужен хороший продавец Тебе случайно работа не нужна? Нужна Нужна? Очень нужна Очень нужна работа Очень хорошо, дорогая Договорились, очень нужна Пойдем, дорога Пойдем 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 Садись, дорогая Я к этому не умею никакого отношения Тогда кто? Да мало ли кто Нас постоянно видят с тобой вместе И ни для кого не является секретом Наши с тобой отношения Ну вот, журналисты предположили Логическое завершение Это был риторический вопрос Понятно, что Мама постаралась Это в ее духе Ириш, ну что ты действительно Видишь меня в роли мужа Ты хочешь, чтобы все это закончилось? То есть, Гриш, если я правильно поняла Враг для тебя Это Конец отношений? Ну Слушай, ну мне Мне нравится то, что между нами сейчас А что, два свободных человека? Существуют вместе? Да, существует Слушай, ну не подирайся к словам Ну, сыграем мы с тобой свадьбу Съездим в свадебное путешествие А потом начнется бед Пеленки, претензии, скука Ты очень красивая женщина Пытаешься разглядеть в себе супермодель? А зачем ты так? Ну, а кто же тебе скажет правду, Оля? Если не мать Умная женщина всегда знает свои плюсы и минусы И грамотно этим пользуется Судя по всему, плюсов у меня немного Нет, ну почему же, почему же Молодость Твой главный и неоспоримый плюс Ну, еще хорошее образование Благодаря этому Ты можешь выйти замуж Тебя может оценить человек в возрасте, с опытом Лет это к шестидесяти А кто этот достоверный источник? Зачем? Не задавай глупых вопросов Просто пришла пора Гриша не захочет жениться Зато я этого хочу А значит, так оно и будет Десерт подавать? Нет По всей видимости, ужин уже закончен Ну что, сегодня вечером ко мне Родители ждут Анжела, я же сказал, занят Канемотор из мастерской забрать Мать, ну ты обещал Папик шашлык вот приготовить, да? Левая тема Да ну его, Анжелка Мы сами разберемся, да? Мать Я сказал, занят Ясно Экскурсоводша А ты че тут делаешь, а? Работаю Работаешь, работа по залету Крутая у тебя работа Стас, ты бы отошел А то твои глупости цветы вяжут А че ты хамишь, а? Че ты хамишь? Мы, может, веник какой хотели у тебя купить Для Колькиной невесты, правда, Коляноч? Поздравляю Стас, иди погуляй, а? Хорошо Ты как сам? Справляешься? Как видишь, процветаю Ты как? Я квартиру в центре снял Да и вообще нормально все Такие твои девушки подойдут? Она любит Лилии? Сойдет А ты прикольная Ты что, ко мне подкатываешь? Да нет Это хорошо, что Колян сейчас с тобой Хоть нормальным пацаном опять стал А то бегал за этой чертой Ну, за Танькой Куликовой Знаешь? Нет А она какая? Да овца Строила я из себя Колена со всеми башней снесло Весь народ над ним угорал А он че, тебе ничего не рассказывал, что ли? Нет Да мы видели сегодня эту Таньку Раньше такая принцесса была А сейчас цветами торгует, прикинь Прикольно Ты чего? Надоела О! Ну что, сегодня к тебе? Я же говорил, я занят себя А цветы продавщица выбирала? Отстой Ладно, я поехал Стат, слушай, дело есть Че? На Ты знаешь, где живет эта девка? Узнаю О, привет, ты тут? Привет Вич, давай Доставай свою машинку и показывай Вы чего такие? Что-то случилось? Ой, Танюш, Витька шарился на сайте твоего этого середы Красиво Красиво И нашел его электронный адрес Не рабочий, а личный, понимаешь? Давай, пиши письмо Зачем? Как это зачем? Ты что, глупая? Расскажи про беременность Про то, где ты вообще живешь, как тебе плохо Нет Слушай, Таня Пусть он алименты хотя бы платит Юля, решение Оставить ребенка Было моим Так что спасибо, ребята, что Беспокоитесь Но от середы мне ничего не нужно Меня Миронов просил сходить в магазин за молоком Вам ничего не нужно? Нет? Ну, тогда пока Ну, что ты тормозишь? Пиши давай письмо этому Григорию Юля Таня мне потом еще спасибо скажет Так Гриша Поздравляю Ты скоро станешь Бабой Да Да Че там? Пить хочу Слушай, можешь почту посмотреть? Там письмо должно было с Амстердама прийти А ты не боишься, Гриша, что я найду какую-нибудь переписочку с молодой твоей любовницей? Я знаю, что ты деревня Плохо ты меня знаешь, Гриша Что? Здравствуй, Гриша У меня будет ребенок от тебя Я ж на тебя верю, что ты меня не забыл, твоя Таня Ну что? Из Амстердама ничего Надо выяснить, что у них там Можешь позвонить? Да Да, я обязательно позвоню Гриша, а что бы ты делал, если бы узнал, что... Что женщина ждет от тебя ребенка Не знаю Смотря по обстоятельствам Риша А к чему такие вопросы, а? Ты меня не пугай Нет, нет, я нет Хочу еще раз померить, попросила отложить, вчера на работу бежала Мы тебе что-нибудь присмотрим Ну а че, там хорошие вещи, есть брючки для беременных Никто не поймет, что я секунда Конечно Ой, подержи Слушай, а ты не хочешь сходить на УЗИ? Ну, посмотреть, кто там, девочка или мальчик? Да я делала Но он же все время прячется хитрый Ты говоришь, он А мне кажется, девочка будет Сто пудом, барышня Я ей такие банты буду вязать Фу Какой кошмар Здрасте Это че? Эй! Что там продают? Че почем? Ладно Все, 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 давай, давай, хватит Ой, какой отбой? Ты чем мою карту крыл? Чем крыл, чем крыл? Козырем крыл! Интересно, каким это козырем ты моего козырного туза крыл? Че ты? Да привет, Юляш Как там, Танюха? У тебя совести есть? Слушай, какой же ты подлец после этого всего, Коленька Ты о чем, девушка? Давай спокойно, или я тоже начну психовать сейчас? А не надо мне вот эти невинные глаза делать! То, что ты про Таньку пишешь на стенах всякое, что потом весь двор обсуждает! Вот о чем я! То, что унижать человека, которому и так плохо! Вот это я имею в виду, Колюнь! Слушай, подумай об этом на досуге, ладно? Когда про тебя гадости начнут говорить! Козырь! Твоя работа? Ну а что? Приколись, быстро она знает своих героев! А ну пойдем-ка! Куда, Колян? Давай, давай! А мы сейчас играем два на два! Колян! Колян! Давай раз два! Ну вот еще! Надумал расстраиваться из-за идиота! Давай чай пей! Давай пей! Вы были правы насчет Григория! Вы у меня правы или не было, какая разница? Все так и получилось, как вы говорили! Я дурочка ждала, когда он вернется за мной! Ты будешь счастлива! Будешь обязательно! Поверь старику! Как они все на меня смотрят? А что будет, когда я рожу? Слушай! Перестань плакать! Перестань! О нем подумай! Угу! Ты знаешь, они... Они же там все чувствуют! Вот если маме плохо, То и им там плохо! Ну! Ну вот! Здрасте! Здравствуйте! Мама! Танюш, вот приехала посмотреть, как ты тут без меня! Мамочка! Мама! Мама! Я не понимаю, о чем ты думала? А как же работа твоя, а? Ну что работа, ну найду новую! Все будет нормально, не волнуйся! Нормально! Да ты не понимаешь, о чем ты говоришь! Да ты хоть представляешь, что значит одной ребенка поднимать! Я справлюсь! Я постараюсь! Таня, а поехали домой? В деревню! У нас там все свое! Там спокойно родишь! Экология у нас! Ничего, не пропадем! Вот никогда не думала, что ты захочешь мою судьбу повторить! Коляныч! Ради тебя все делаю! Другому бы я, честное слово, в морду дал бы! Ну, ты же мне типа друг! Хотя с головой у тебя большие проблемы! Давай, давай, не расслабляйся! Коляныч, может поможешь, а? Сам нагадил, сами закрашиваю! Привет, пацаны! Здорово! Наконец-то вас нашла! Привет! Здорово! Чем заняты? Ясно! Коль, скажи, ты ведь со мной замутил только, чтобы Таньку эту забыть, да? Чего молчишь? Понятно все! Не звони мне больше! Все, Коляныч, перекур, а? Закрасишь, потом покуришь! Ну, Котейкин, и скажи мне, пожалуйста, кто ты после этого? Негодяй, мой любимый! Ты разбил мою чашку фарфоровую, которая, между прочим, лет сто. Теперь ее не склеишь. Ух ты, какой вирус! Прям новое поколение! Кто ж тебе сюда этого красавца запустил? Этот красавец у меня все документы сожрал! Дима, ну сделай что-нибудь! Сейчас мы его возьмем за жаброй! О! Через пять минут будет все отлично! Слушаю! Это Миронов Леосипович! Помните такого? Как же, как же! Я сразу к делу, Григорий Петрович! Я передал вам не все документы! Если вы хотите найти картины Файзова, приезжайте! Нам с вами есть о чем поговорить! Очень интересно! А почему вы сейчас мне решили помочь их найти? Приезжайте! Буду ждать! Отличные новости! Помнишь серию работ Файзова, которую я искал? Ну, а это ты об этой выдумке про якобы несуществующие картины? Ты тогда еще в какую-то шмырловку мотался? Мне сейчас звонил один интересный старичок, тамошний искусствовед, некий Миронов. Так вот он знает, где картины. Дались тебе эти картины? Ты у Софьи под боком, как у Бога за пазухой! Чего тебе еще не хватает? Свобода, Дим! Свобода нас встретит радостного входа! Ты только представь, какую цену мы можем заломить за них на аукционе! Так что завтра выезжаем! О! Заработала! Опять за цветами пришел? Нет, Тань, я тут злился, ненавидел, другую нашел. Ну, короче, выходи за меня. Я знаю, ты меня не любишь, но это ничего, это нормально. Ну, то есть, в смысле, насильно, ну, не будешь. Понимаю, не тупой же. А у тебя сейчас важнее другое, твой ребенок и какая-то уверенность. Тань, я приму, малыша, я буду заботиться о нем. Ты же знаешь, я надежный. Со мной спокойно. Я тебя на руках носить буду, Тань. А потом, кто его знает, пройдет время, и ты поймешь, что не ошибалась с вами. Ты, ты подумай, я тебя не тороплю. Подожду, сколько надо. Тихо, ты чего пинаешься? Сейчас закончим мы работать и отдохнем. Выбирайте. Вот решила сама на тебя вживую посмотреть, в глаза твои бесстыжи. А ты знаешь, что у нас уже все было на мази? Он меня любил. Мы знакомы? Слава богу, нет. Потому что я с тобой, зараза, по одной улице не пройду. Что ты смотришь на меня? Я тебя ненавижу. Воля она мне отбирает. Что ты вытаращилась? Пузо нагуляла, а теперь выделываешься? Строек из себя. Что ты вздохла? Ой, Юль, булочки. Ой, да, спасибо. Танюш, устала? Давай, мои руки и за стол. Да твоя мама такой борщ приготовила, закачаешься. Спасибо, я не хочу. Без разговоров. Горячий нужно каждый день. Юляш, ты без меня присмотри тут за ней. Наверняка одной сухомяткой питается. Вы не беспокойтесь, нас тут все пучком. Мам, ты билеты купила уже? Да нет, еще завтра на автовокзале. Перед автобусом куплю. Я с тобой поеду. Эм. Не могу я здесь больше жить. Таня, ты что, из-за этой надписи паришься? Да? Нет, Юлька, дело не в этом. Просто я хочу уехать из этого города. Так будет лучше. Для всех. Ну, почему мне нельзя пойти к ребятам в общежитие? Ну, мы просто решили собраться всем курсом. Ну, это нормальные ребята. Нет, и еще раз нет. Нормальные прыщавые провинциалы. Я прошу тебя, не пререкайся со мной. Я не хочу, чтобы ты в один прекрасный момент привела что-нибудь подобное к нам в дом. Все. Ну, что опять случилось? Все нормально, милый. А почему ты так рано? Хотел сообщить, что уеду на пару дней. А почему нельзя предупредить? Я же запланировала, что мы с тобой вместе поедем на презентацию каталога. Кстати, Гриша, а ты знаешь, наша любимая мамочка дала интервью, где сказала, что ты женишься на Ирине. Она таким образом пытается тебя приучить к этой мысли. Дрессирует. А я не буду оправдываться. Да, я считаю, что тебе давно пора жениться и лучшей партии, чем Ирина, тебе не найти. То есть, мое мнение тебя уже не интересует? А я знаю, я знаю прекрасно твое мнение. Ты будешь порхать мотыльком лет до восьмидесяти. А я хочу внуков, понимаешь, наследников. Я хочу, чтобы ты меня услышал. Тебе давно пора жениться и заводить детей. Мама, не надо на меня давить. Я уже давно вышел из того возраста. Да, тебе это только кажется, мой милый. Мне такое ощущение, мам, что ты относишься ко мне как к какой-нибудь вещи, как к столу. Все, хватит, мне надоело. Гришенька, услышь меня. Присядь, пожалуйста. Присядь. Считай, это сделкой. Сделка? Весь в обнимании. Да, я понимаю, что быть на вторых ролях это не для тебя. Я же не слепа, я все это вижу. Поэтому, если ты подаришь мне внука или внучку, я перепишу на тебя все руководство компании. Но если ты не услышишь меня, я продам бизнес. Мне давно уже пора отдохнуть от всей этой суеты. А тебя, мой милый сын, я оставлю ни с чем. Мама, это не сделка. Это ультиматум. Считай, что так. Таня, я звонил к Григорию. Завтра он будет здесь. Зачем? Неужели вы не понимаете? Таня, 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 Таня. Я не хочу, чтобы он вот так вот из жалости. Таня, ну услышь ты меня. Вот ты помнишь, ты у меня спрашивала, почему у меня нет семьи. Ой. Это вы? Это Файзов? Тот самый Файзов? Тот самый. А кто эта девушка? А это моя жена. Мира. Почему вы расстались? Все банально, как во всяких любовных историях, даже пошло. Она влюбилась в моего лучшего друга. Ну, он писал ее портрет, да, внук, все это и случилось. Не смогли простить. Пойми меня, девочка, я, я долгие годы жил с этой обидой. Я жил гордыней. А потом, как всякий старичок, я понял, что был неправ. Поэтому послушай меня. Не нужно тебе уезжать. Ничего не бойся. У него есть невеста. Я не могу так. Зря вы лет, Фосипович, так. Ну, Ну, с Богом, мы вас до остановки доведем, вещи поможем отнести. Ну, все. Все, Танечка. Уезжайте. Да, у нас автобус через час. Давайте присядем на дорожку. Да, это правильно. Все взяли, вещи проверили. Да, Лев Осипович. Вы простите, но нам уже пора. Надо идти, опаздываем. Спасибо вам большое. До свидания. Танюш, ты прости старика, если я тебя чем-нибудь обидел. И знаешь, у меня к тебе есть одна небольшая просьба. Если будет возможность, найти миру. Миру Шухнину. Передай ей. Я не знаю, когда это получится. Хорошо, я постараюсь. Тань, ну где ты там? Нам еще билеты покупать. До свидания. Прощай. Будь счастлив. Танюш, пойдем быстрее, опаздываем. Танюш, ну опаздываем. Танюш, ну опаздываем. вы опоздали что значит опоздал вы продали информацию кому-то другому скажите вы верите в судьбу ведь если бы вы приехали на 10 минут раньше вы могли бы успеть послушайте избавьте меня от ваших ребусов я не для этого все отменил и приехал в эту глушь чтобы выслушивать ваши шарады что с картинами файзова не понимаю что же она у вас нашла пустой пустой и предсказуемый человек перестаньте а что вам нужно какого черта вы меня вызвали водите прочь ну уж нет знаете я не для этого сюда ехал сколько вы хотите за информацию сколько ну говорите отлично тогда вы мне еще за это ответите ну и что я без танки делать буду теперь надо будет до автостанции проводить да я не люблю вот эти прощания увижу что она уезжать навсегда все у меня сердце разорвется может развеемся в кино сходим какой-то ну ужастники явился не запылился здравствуйте молодой человек здрасте совесть проснулась да что вы на письма не отвечаете какие письма ну про то что таня беременная от вас вы шутите что ли какие шутки через месяц рожать подождите таня что беременна да а вы действительно не знали вот тебе мама и внук где таня на автостанцию поехала к матери в деревню насовсем у нее через десять минут автобус а интересно успеет или нет а может успеет да постой постой тут я билеты пока возьму ага а а и а и а и и и а и Ты в этом можешь помочь, мне не ответен, дуй нам твое сердце бездоказательным. Верю, как в детстве, падаю вверх, руками ты ловишь мой смех. От юга до севера, от холода до тепла, полмира отмерялась... ...почему ты мне ничего не сказал? А что бы это изменило? Ты должна была мне все сказать. Зачем? Я читала тебя, невеста ждет. Таня, я же тебе говорил, не верь тому, что пишут обо мне в прессе. Автобус до Михайловска отправляется через пять минут. Просит пассажиров занять свои штаны. Гриш, мне пора, у меня автобус. Я думаю, мы должны вместе решить, что делать дальше. Гриш. 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 Слушай, а хватит пиликать, а? Ну, что ты паришься, Коляныч, а? Ну, уехала, Танька, ну, может, так и надо. Ну, у тебя жизнь только начинается. Коляныч, ну, ладно, я не буду. Ну, если вдруг что надо, там, ну, поговорить, знаешь. Анжел, не надо сейчас к нему. Отвали. Да ну вас. Коля, ну ты чего, ну, уехала, ну, и ладно, нам лучше будет, Коля, ну, прекрати, да? Все вы одинаковые. Гришка звонил. Да, он уже в городе. Ксения и стол накрыла. И ты знаешь, Ирочка, я чувствую, он хочет сделать мне сюрприз. Видимо, подумал над моими словами и решил, что я абсолютно права. Да, и ему действительно пора жениться и заводить детей. Так что я могу тебя поздравить. Скоро будем играть вашу свадьбу. О, а вот и он явился. Все, пока. Мам, познакомься, это Таня. Моя девеста. Здравствуйте. Здравствуйте. От юга до севера, от холода до тепла. Полмира отмеряла и прошла сама. Я не лицемерила, прощала и верила. Искала себя и вдруг в одночасье. Я рядом с тобой претендую на счастье. Вместе дышать и друг друга касаться. В твоих руках каждый день просыпаться. Жить, быть счастливой и просто любить. От юга до севера, прощала и верила. Искала себя и вдруг в одночасье. Я рядом с тобой претендую на счастье. Счастье, счастье, претендую на счастье. Счастье, претендую на счастье.